30 декабря исполнится ровно три года с момента развода Ольги Бозовой и Дмитрия Тарасова. Но все-таки это не тот срок, чтобы душевные раны окончательно затянулись. В неданном интервью Ольга Бозова впервые призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Из деликатности и, видимо, не желая серьезно рашить Олей прошлого, Оля не называла имя человека, от руки которого пострадала. Но Виктор для догадок и предположений задала так задала. Семейное насилие, после которого Оля приняла решение уйти. Хм, дайте-ка подумать. Первым заволновался бывший муж телеведущей. Я никогда не избивал Ольгу Бузова. Поспешил заявить Тарасов в пространном письме к журналистам, составленном в виде досудебной претензии. Даром, что в интервью каких-либо однозначных утверждений на этот счет не было. В доказательство своей невиновности Тарасов предложил сделать запрос в органы. Мол, там фиксируется заявление потерпевших, а на него стопроцентно никто не заявлял. Эх, Дмитрий, если бы тезис «нет заявления», «нет пострадавших» действительно отображал реальное положение один, не было бы никакой нужды в законе о домашнем насилии. Ведь рассуждая именно об этом законопроекте, Оля в том интервью заговорила о том, что с ее слов она когда-то переживала сама. В тексте того интервью и нет утверждения, что Тарасов избивал жену. Но Дмитрий все же сумел ее разглядеть. Клевета, говорит, ложные сведения, безупречная репутация вся в пятнах. Свои моральные страдания он оценил в 5 миллионов рублей. Кстати, недавно Тарасов в Инстаграм интервью ляпнул, что если жена не беременна, может получить леща. Пришлось Диме выкручиваться, объяснять, что про леща – это же была шутка. Чего вы? Ну вот все и объяснилось. Возможно, и Бузова шуток не понимала. Журналисты позвонили Бузовой и спросили у нее об этой ситуации. «Я последний раз видела Диму во время нашего развода, даже не представляя, чем он сейчас живет и как», рассказала Бузова, узнав о реакции Тарасова на интервью. «Мы с ним не пересекаемся даже на праздниках общих друзей. Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил. Мне приятно, что Дима так внимательно следит за материалами со мной, но я бы ему посоветовала заняться своей карьерой и воспитанием детей». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok